Общественные слушания по вопросу оценки воздействия на окружающую среду полигона твердых коммунальных отходов Солопова прошли в Зарайске 18 июня 2018 года. Сегодня проводятся общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду, намечаемые муниципальным бюджетным учреждением благоустройства жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, хозяйственной деятельности по реконструкции объекта, реконструкции полигона твердых коммунальных отходов. Я представлю себя председателем комиссии, замглава администрации по ЖКХ Калашин Александрович Горьевич, секретарем комиссии, которая будет вести протокол Зорина Александра Евгеньевна, инспектор по кадрам МБУ благоустройства ЖКХ и дорожного хозяйства Королёв Сергей Константинович, начальник отдела ЖКХ и Коренков Василий Аркадьевич, директор МБУ благоустройства ЖКХ и дорожного хозяйства. В самом начале слушаний перед собравшимися выступил глава городского округа Зарайск Олег Сынков. Он рассказал об истории появления темы реконструкции полигона ТКО Солопова. Два года назад, в 2016 году, был закрыт полигон, полигон Солопова. И вы знаете, одно время шли разговоры, зачем закрывали, зачем это сделали. Но сейчас мы видим, что полигон в таком виде, в котором был, действительно нужно было закрывать, потому что это была помойка. Давайте честно скажем, это просто помойка. Куда свозили мусор, и в общем-то неизвестно, что было ждать от этого. Поэтому вопрос отстоял, вопрос, пусть может быть, не был таким активным, но мы прекрасно понимали, что со временем эта помойка будет приносить нам вред. И мы видим это на других полигонах, мы видим то, что происходит, когда вот этими помойками, этими полигонами не цивилизованными, не занимаются, просто бросают их и все. Поэтому, поверьте, все это время мы думали, что же с этим делать, как с этим вообще поступить. И в конце прошлого года, когда пришло, может быть, время такое пришло, и идея пришла, обратиться в правительство Московской области с вопросом, что же мы будем делать с полигоном. Что же мы будем делать с мусором нашим, который мы вывозим, вы прекрасно знаете, сейчас в Рязань. И это все настолько условно и шатко, то, что Рязань может отказать и сказать, зачем нам нужен ваш мусор. Ну и вообще мы возим в другую территорию. И в принципе, в принципе, я так думаю, что это и неправильно, и это непостоянно. Поэтому возник вопрос, мы обратились в правительство Московской области, сказали, помогите нам, помогите нам решить эту проблему. Решить проблему цивилизованно, решить проблему грамотно, ну и, конечно, решить проблему финансово, потому что у нас самих денег не на рекультивацию, не на борьбу с этим мусором, который там лежит. А на всякий случай там лежит практически 400 тысяч тонн мусора, старого мусора, с которым ничего не делали. И они сказали, да, мы вам поможем. Мы вам поможем, но мало того, мы вам поможем не просто разобраться с этим мусором, который у вас лежит, а еще и построить мусороперерабатывающий комплекс. Мусоросортировочный, грамотный, цивилизованный, дорогой комплекс. Для чего? Для того, чтобы не просто валить мусор и потом его закапать, а чтобы все это шло в дело. И ни в коем случае не пахло, не воняло и не загоралось, как это происходило и как это мы ожидали будет происходить в дальнейшем. Поэтому было принято решение пойти, в решение правительства пойти нам навстречу и, конечно, наше решение заняться этим вопросом. Согласно регламенту, в рамках темы слушания, в оценке воздействия на окружающую среду, слово предоставили заместителю генерального директора по проектированию общества с ограниченной ответственностью Терекон Александру Иванову. Вашему вниманию предлагается прослушать материалы общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по реконструкции полигона твердых отходов Солопова. Данный полигон ранее был реализован на основании проектной документации 2000 года, однако прекратил свою деятельность в 2016 году в связи с совершением срока действия лицензии. Но его проектная мощность не была израсходована в полной степени. И на сегодняшний день правительство Московской области в связи с острой социальной напряженностью вокруг объектов обращения с отходами принято решение, наверное правильно будет выразиться, наведение порядка в этой отрасли. И практически в каждом муниципальном образовании появится свой современный объект, который позволит закрыть потребности каждого городского округа по вывозу коммунальных отходов. Правительство Московской области также предъявлено ряд минимальных требований к проектной документации. И на сегодняшний день это, наверное, самые жесткие требования в сфере обращения отходов и экологии, которые действуют на территории России. По результатам предварительных инженерных изысканий на участке полигона ТКО Солопова выявлено около 400 тысяч тонн твердых отходов, скопившихся за период функционирования полигона. Сегодня это просто свалка, которая планируется к переработке. По словам проектировщиков, основными задачами при разработке проекта стали минимизация воздействия объекта на окружающую среду и строительство современного объекта обращения с отходами. Компания Терекон предложила проектное решение, в основе которого снижение объема захороненных остатков твердых отходов посредством строительства мусороперерабатывающего комплекса, которое позволит выделять вторичные фракции полезных ресурсов для их последующей реализации и сделает проект экономически выгодно. Итак, говоря об основных параметрах, размер мусороперерабатывающего комплекса составит 9,2 гектара. Это та площадь, на которой ранее размещался полигон Солопова. Никаких дополнительных участков затрагиваться не будет. Влияние на окружающую среду будет снижено путем переработки имеющихся отходов на участке полигона. Мощность объектов захоронения составит 50 тысяч тонн в год, а это суммарно тот объем, который может принять объект. В проекте предусмотрена и площадка компостирования для устранения неприятных запахов. По словам директора крупнейшей компании по производству мусороперерабатывающего оборудования Александра Петрова, ситуация в России такова, что только 1% отходов отбирается и увозится на переработку. В то же время другими странами перерабатывается до 80% мусора и захоронению подлежит не более 20%, что позволяет увеличить срок эксплуатации полигонов и минимизирует воздействие на окружающую среду. По его информации, для того, чтобы снизить поток отходов, требуется строить мусоросортировочные линии с высокой степенью отбора вторичной фракции и других составляющих. При таком подходе на полигоны будут поступать только те отходы, которые будут очищены от биологических и химических веществ и не будут источать запаха. После выступления специалистов жителям городского округа Зарайск были озвучены вопросы, которые поступили в адрес комиссии, занимающейся подготовкой и проведением публичных слушаний. Самые часто задаваемые из них были разбиты на пять блоков, и в первом оказались вопросы, связанные с типом проводимых работ. Что же в конечном итоге будет проведено на полигоне? Рекультивация, реконструкция или расширение? Не будет расширения или закрытия полигона в виде рекультивации. В рамках материала общественных слушаний предлагается рассмотреть вопрос о реконструкции существующего полигона твердокоммунальных отходов Солобова. На один из самых острых вопросов, зачем вновь открывать полигон, если согласно территориальной схеме у нас выбран региональный оператор, который заключил контракт и в дальнейшем должен выполнять работы по вывозу мусора, ответил Олег Сынков. Рекооператор, то есть те, кто должен вывозить. Все, вот они должны, они обязаны вывозить, они за это берут деньги. Мы понимаем, что если он будет возить куда-то дальше, каждый километр стоит денег. То есть это, соответственно, будут тарифы увеличиваться. И, мало того, это нам не даст возможности пополнить свой бюджет. То есть нас опять не будем платить за то, что у нас, наши же, извините, наш мусор, будут забирать куда-то, возить. Кто-то будет на этом зарабатывать, но с нас будут брать, и брать будут больше, потому что возить надо будет дальше. Поэтому, конечно, это решение, которое мы приняли, и о чем мы попросили правительство и губернатора, что давайте мы сделаем у нас, мы сделаем опять, не по-моему. То есть это вот такой ответ. Ответ на вопрос о том, не появится ли сильный запах после введения полигона в эксплуатацию, и не ухудшится ли экологическая обстановка, звучал в каждом выступлении. Те технологии, по словам проектировщиков, которые будут применены в ходе реконструкции полигона, сведут запахи к минимуму. Один из вопросов, который больше всего беспокоил Зарайцев, почему расчетная мощность в предварительной закупочной документации была 500 тысяч тонн в год, а сейчас 50 тысяч тонн. На какой объем переработки действительно строится объект? Предлагалось строительство объекта на 500 тысяч тонн отходов в год, однако указанная цифра была основана на позиции Министерства экологии без проработки проектных решений, без проведения инженерных изысканий. На сегодняшний момент, по результатам расчета и проектирования, с учетом действия нормативов, то есть по инструкции по строительству полигона, службы бытовых отходов, срок эксплуатации полигона должен составлять не менее 15 лет. В границах существующего земельного участка невозможно разместить объект мощностью 500 тысяч тонн, в связи с чем, исходя из соблюдения нормативов, мощность снижена на 50 тысяч тонн от потребностей городского округа Зарайска. Тема фильтрата не перестает будоражить население. Не будет ли фильтрат помываться грунтовой водой? Не будет ли сбрасываться за пределы полигона и попадать в осетр? И будет ли он вообще образовываться? В основании участка захоронения устраивается надежный, многостойный противофильтрационный экран из мембраны, из полиэтилена низкого давления, это наиболее стойкий ко всем агрессивным средам материал. Его укладка производится посредством сварки, причем двойной сварки двумя швами, с контролем герметичности через канал, который между швами образовывается. Соответственно, после укладки указанного материала получается полностью герметичный резервуар. Там аналогичные резервуары применяются в нефтяном строительстве, при откачке шлама и при размещении ГСМ. То есть это уже многолетний проверенный опыт по изоляции грунтов от воздействия вредных веществ. Тема утилизации и переработки мусора сегодня одна из самых важных не только для подмосковного Зарайска, региона, но и для всей России. Решать ее необходимо цивилизованным способом, сообщая как можно быстрее. Именно об этом во время недавней прямой линии сказал и президент России Владимир Путин, назвав проблему острой и очень важной. Что мы планируем и что мы должны сделать в ближайшее время? Ну, во-первых, что касается этих заводов по утилизации, которые беспокоят людей, по сжиганию. То есть утилизация может быть разным способом осуществлена. Это не только сжигание, но и переработка без всякого сжигания. У нас 100 с лишним, по-моему, 117 предприятий сейчас по утилизации этих отходов, по сжиганию, но только несколько десятков, где-то 38 примерно, работают более или менее по современным технологиям. Мы должны кардинально изменить эту ситуацию. До 2024 года мы должны построить 200 заводов по утилизации отходов. А вся программа рассчитана на строительство 238 заводов. При этом речь, безусловно, идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов, а речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями. По его словам, уже к 2019 году в стране будут внедрены новые правила по обращению с отходами, которые позволят сортировать и перерабатывать отходы на качественно ином уровне. Проблема мусора будет решена в стране одной из первых. Самое главное, Владимир Владимирович сказал, что это действительно проблема, ее надо решать. И решать с помощью как раз строительства мусороперерабатывающих комплексов. Поэтому это стратегия, стратегия государства. И мы, в общем-то, в этой стратегии можем быть первыми. Валерий Маркович, Герман Беляев, студии КВАНТ, Зарайское кабельное телевидение.